Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегет мы вместе с вами рассматриваем евангельское чтение, посвященное чудесному улову рыбы и призванию апостолов. Конечно, Господь заботится не о том, чтобы много рыбы люди поймали, а немножко о другом. И вот об этом мы поговорим. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Вот Господь Иисус Христос, несмотря на свое божественное величие, приходит в самые простые жизненные бытовые ситуации людей. И, в общем-то, здесь обычная ситуация из будничной жизни людей того времени. Это озеро Генесарецкое, где часто рыбаки, местные жители ловили себе рыбу. В общем-то, рацион людей, живущих в Иудее, он был очень небогат. Жизнь была крайне бедная, и рыба являлась одним из самых таких вот важных и ценных продуктов. Но сам Спаситель пришел сюда для того, чтобы благовествовать Слово Божие. И народ тут же стекается к нему, и народу было так много, что люди буквально теснили его. И при этом он увидел две лодки. А рыбаки, которым принадлежали эти лодки, вот они уже, покинув эти лодки, вымывали сети, потому что, когда они совершали вот свой труд, закидывали сети в море, то туда попадали какие-то ветки, ил набирался, может быть, песок, и нужно было после труда все время сети очищать. И вот, что мы читаем дальше. «Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки». Оказывается, эта лодка принадлежала будущему апостолу Петру, его звали Симон. Забегая немножко вперед, скажем, что другая лодка принадлежала апостолу Иоанну Богослову и брату его Иакову, сыновьям Зеведеевым. Они были знакомы друг с другом, они какое-то время были учениками святого Иоанна Крестителя, и они уже знали о Христе и с удовольствием тоже слушали его. Но при этом они еще не расставались со своими трудами, они продолжали вести свою привычную жизнь, так как они были рыбаки, вот они ловили рыбу. Но Спаситель в данном случае просит Симона несколько отплыть от берега. А почему так? Потому что людей было слишком много на берегу, и чтобы свободно и спокойно обращаться к людям, Спаситель решил избрать вот лодку, которая на некотором удалении от берега теперь находилась, и оттуда он обращается к людям, так что люди уже все перед ним, перед лицом Господа. И все они могут воспринимать Слово Божие. К сожалению, не записана сама проповедь Спасителей, потому что евангелисты, чисто даже по-человечески, они не могли все абсолютно запомнить. И Евангелие доносит для нас только вот самое важное, самое ценное. А Спаситель везде где-то излагал вот какое-то свое учение всегда, где он появлялся. И вот дальше мы читаем про самое главное. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова, то есть отправьтесь подальше уже от берега и попробуйте поймать какую-то рыбу. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И вот можно представить, что чисто по-человечески апостол Петр, Симон, Иоанн, Иаков и их сподвижники, они ведь были очень утомленными. То есть всю ночь они трудились, это надо было закидывать в сети, нужно было постоянно вот все это протаскивать, вытаскивать и ничего нет. То есть рыба лучше всего ловилась ночью, когда ее никто не распугивает. А вот эту ночь они не поймали абсолютно ничего. И какой смысл было в этих же самых местах закидывать сети днем. То есть с точки зрения человеческого разума это было бессмысленно. Но вот в этом как раз подвиг и в каком-то смысле величие апостола Петра, что он проявляет послушание и говорит, «По слову твоему закину сеть». И вот послушание часто как раз оборачивается старичным плодом, когда предварительные труды не увенчивались успехом. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Конечно, лодки не утонули, но рыбы настолько было много, такой изобилии рыбы, что лодки буквально вот стали погружаться в воду по самой кромке бортов уже. Так что апостолы испугались, что лодки могут утонуть. А ведь Спаситель не случайно дает такое чудо. Он Господь Бог, он по божеству является Творцом всего мира и Творцом вот этих самых рыб, которых он призывает собраться в сети Симона. И тем самым он показывает, что если люди будут вместе со Христом, со Спасителем, то Господь их никогда не оставит. Он даст им все в изобилии, даст им то, что им необходимо. Но Симон еще был не искушен в этом, и он чисто по-человечески не ожидал такого изобилия. Так что это чудо его просто ошарашило. И вот увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Конечно же, сам Симон Петр не хотел расставаться со Спасителем, но это чудо так его потрясло, что он признал свое вот недостоинство, чтобы рядом с ним находился такой удивительный учитель, чудотворец, как Господь Иисус Христос. И он полагал, что он просто вот погибнет от присутствия рядом с ним самого Христа. В этом вот сюжете, когда он говорит, припадая к ногам Спасителя, говорит, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», мы видим как раз импульсивность апостола Петра. Он отличался таким очень горячим характером, он ярко проявлял свои эмоции. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону, вот их тоже объял этот ужас, но Спаситель не покидает Симона. Он остается вместе с ним в лодке, никто не тонет, и это изобилие остается в лодках. При этом Господь говорит, «И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков». Вот самая главная цель этого чуда. Такой улов чудесной рыбы, при котором сети исполнились необычайного просто количества рыбы, является всего лишь навсего символом, знаком того, что Господь в сети своей проповеди привлечет множество людей, и неверующие будут становиться верующими. И те, кто не видели смысла в жизни, обретут этот смысл, потому что встретят самого Бога. И простые рыбаки станут величайшими апостолами, а Симон — первоверховным апостолом. Так что множество людей, благодаря их проповеди, будут привлечены в церковь. Вот на это и указывало такое обилие рыб. И мы действительно знаем, что проповедь апостольская, вот после дня Пятидесятницы, самая первая проповедь апостола Петра, она уже привлекла три тысячи человек в лоноцеркви, а затем многие-многие тысячи людей, богатых и простых, знатных и неизвестных, исполненных какими-то талантами и, может быть, не такие одаренные, все приходили и что-то обретали в церкви, потому что встречались со Христом. Вот к этому и было направлено данное чудо показать, что вы, простые рыбаки, станете служителями божьими и привлечете в лоноцеркви множество людей. А рыбы — ну просто это вот небольшое указание на то, что Богу все возможно. Но самое интересное мы читаем в завершении данного отрывка. «И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Вот очень часто мы пробегаем эти строки, ну, как что-то само собой разумеющееся. А вот представьте, допустим, какого-то предпринимателя, у которого что-то не удавалось, и вдруг ему дается огромное изобилие, успех, и к нему притекают финансы. По молитве, допустим, Богу, или, допустим, он обращался к какому-то старцу, и тот молился, чтобы у него был успех. Это ведь становится тоже в каком-то смысле соблазном. Все, что дается нам в преизбытке, в слишком большом таком изобилии, для нас становится соблазном. А апостолы, получив вот этот чудесный улов рыбы, они оставляют его на берегу, ну, понятно, что кто-то, может быть, из бедных людей это забрал, и следуют тут же за Христом. Они не привязываются сердцем к этому обилию улова, и, поняв, что самое главное — это сам Христос, оставляют вот эти земные вещи, чтобы всецело последовать за ним. И удивительно, но все-таки действительно в нашей человеческой истории подобные случаи тоже бывают. Вот, допустим, во второй половине XIX века был у нас в России такой знаменитый предприниматель, золотопромышленник Иннокентий Сибиряков, который сын богатых родителей, и ему тоже даны были, ну, просто вот какие-то несметные богатства, миллионы. Собственно, родители его уже все это имели, а родители постоянно благотворили храмом, отличались благочестием, и за это, наверное, Господь их наделил вот такими средствами. Но что удивительно, что вот этот Иннокентий Сибиряков, он сердцем не привязался к этим богатствам. Он известен как такой вот меценат, благотворитель, он строил школы, библиотеки, музеи, он содержал очень многих бедных студентов, он строил храмы, и впоследствии на Афоне он построил храм в честь святого апостола Андрея в Андреевском скиту. И этот храм является самым большим на горе Афон. И вот самое интересное, что своими деньгами он постоянно тяготился, и в конце концов Иннокентий Сибиряков становится монахом, отказывается от всех своих средств, вложил их в какие-то благотворительные нужды, принимает монашеский постриг и уезжает на гору Афон. Там он и оканчивает свой жизненный путь. Вот это один из примеров, как люди с благословения Божия получают какие-то блага материальные, земные, но не привязываются к ним своим сердцем, а всецело следуют за Христом. Вот как эти апостолы, которые, получив чудесный улов, отказались от дальнейшей рыбной ловли, а пошли уже за Господом. И в этом видели смысл жизни. Вот дай Господь каждому из нас хотя бы в малом подражать святым апостолам и также не привязываться сердцем к тем благам, которые подаются нам, и посвящать свое сердце только Господу Богу. Храни всех Господь с воскресным днем!